День на Думской. В прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Погода меняется. Температурный режим скачет от глубокого минуса до потеков на потемкинской лестнице. Лестницу то видно, то нет. Добровольцы и просто сочувствующие собирают посылки продуктовые пострадавшим в Авдеевке. Мэр города Одессы ушел в отпуск. Со свой счет. К слову, второй раз, начиная с 2017 года. О том, о чем это сигнализирует, будем говорить с нашим следующим гостем. Михаил Кузакон, общественный активист. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем обсуждать очередной отпуск мэра, информация для наших телезрителей. Мы запускаем онлайн голосование, которое, как и каждый день, будет продолжаться в течение всего дня. Итоги будем подводить в 21.00. Звучит оно следующим образом. Чем закончится реставрация потемкинской лестницы? Три варианта ответа. Очередным скандалом – отличной реставрацией потери лестницы. Итак, как вы видите, новостей в нашем только городе хватает. И самые главные новости две. На самом деле, меня, как и действительно, интересует, что с лестницей и почему по этому поводу, говорит мэр. Молчит мэр. Но теперь не поймем, почему молчит, потому что его в городе нет. Ну, он вообще на неудобные вопросы отвечает. Если отвечает, то с какой-то большой паузой. Обычно. Насколько неудобен вопрос с лестницей? Я думаю, что все-таки Геннадий Леонидович и его, не буду цитировать молодая команда, но уже сказал это, наверняка достаточно профессионально и не первый день в политике. Поэтому вряд ли подставлялись бы таким образом, чтобы на потемкинской лестнице прокололться. Ведь не простят же лестницу одесситы. Согласен. Не простят. И я думаю, что и Одесса не простит, само время не простит. Я к чему говорю, что если он сейчас упустит инициативу с лестницей, то в городе, по большому счету, ему уже будет делать в политике нечего. Я думаю, что это системная безалаберность и бесхозяйственность. Ну, еще, наверное, коррупция всему вина. То есть нельзя одновременно заниматься какими-то коррупционными вопросами, такими вот, которые одесситов тоже волнуют, да, это всем заметно. И одновременно делать какие-то хорошие дела не получается. Ну, смотрите, вроде бы и подрядчика взяли достаточно профессионального. Это та же компания, которая реставрировала Кирху, к примеру, и все довольны, красиво, свежо. Я думаю, что изначально задача была поставить, навести определенный лоск поверхностный на лестнице, да, и соединить два парка, потому что изначально там был, как это любит эта команда Труханова, делать какие-то такие большие там торговые площади, на самом деле. Потом это превращается в какие-то торговые площади. Там была, наверное, изначально такая задача. Именно навести лоск показателей сверху. Так, и что пошло не так? Ну, пошло не так, все пошло не так. Общественники придали этому, я думаю, что неравнодушные одесситы, придали этому серьезное значение, залезли туда. Я, кстати, там тоже был в первый раз. И ряд общественников начали бить тревогу, это очень правильно. Пошло все не так. Оказалось, что под лестницей куча мусора. Ну, возникай вопрос, каким образом составляли смету на реставрацию? Если только сейчас обнаружили мусор, который находится под лестницей, и в том числе труп человека нашли? Совершенно верно. Возникает не просто вопрос о смете, а вопрос вообще профессионализма. Квалификация этих людей, которые смету это составляли. Почему они туда же не заходили? Вы понимаете, что любой здравомышленный человек, будь это там представитель власти или представитель, не знаю, там, подрядчика, да, он туда попал бы, безусловно задался. Они туда даже не заходили. Вот в чем все делали. Но как минимум они должны были вначале обследовать территорию. Конечно. Это говорит о том, что они туда даже не заходили. Вот и все. Это говорит об уровне вообще, в общем, профессионализма, об уровне ответственности этой власти перед одесситами, перед историей города. Вот как-то так. На фоне всех этих проблем мэр второй раз, начиная с 2017 года, напоминаю, что прошел только 31 день 2017 года, уходит в отпуск. Вначале на 11 дней, теперь на 3 дня за свой счет. Как это воспринимать? Я думаю, что, наверное, он советоваться улетел. В Киев или дальше? Думаю, что в Стамбул он любит летать, советоваться, например. С кем? Со своими партнерами. Всем известно есть Галантерник, Ангерт и так далее. То есть встречаются на нейтральной территории? Да, это вот давайте вещи называть своими, конечно, давайте вещи называть своими венами открыто. То есть у нас в городе, с моей точки зрения, и я думаю, что многие со мной согласятся, управляют реально мафиозный клан. Вот и все. То есть до этого такого не было? Нет. До этого мэра никакой мафиозный клан не был замечен? Безусловно, безусловно. У нас коррупция носит системный характер, то есть и сама система координат, она предполагает какие-то похожие методы управления. Вот и все. Но что такого произошло, что заставляет мэра вот уже второй раз отправляться в отпуск? Ну, это и в прошлом году было, когда сложные какие-то ситуации, я же говорю, ему надо, видимо, обсудить, посоветоваться, не знаю, какие-то проблемы. Но сколько сложная сейчас ситуация в Одессе и какие-то болевые точки? Я думаю, что довольно сложная ситуация в Одессе, потому что Потемкинская лестница – это памятник архитектуры, знаковый для всей Украины. Она входит в десятку… Национального значения, к слову. Да, национального значения, безусловно. Эта лестница входит в десятку самых красивых в мире лестниц. То, что мы центр потихоньку, исторический свой… Мне, честно говоря, в настоящий момент не вспоминается даже пятерка красивых лестниц. Ну, я, знаете, я не изучал этот вопрос настолько глубоко, чтобы вспоминать название… Очень красивое заявление, входит в десятку. Я пятерку не могу назвать. Вы знаете, я это прочитал, опять-таки, в периодике СМИ. То есть, в Википедии, кстати, тоже это написано, между прочим. В той же Вики, да, есть статья о нашей лестнице, и там тоже написано, что лестница является памятником архитектуры, просто-таки вот для мирового значения. То есть, там такой посыл идет. И это правда. Это очень красиво, это визитная карточка города. И, конечно, так поступать, как поступила власть с этим объектом, с учетом всех правонарушений и вопросов, которые сейчас повсплывали. Может, она расслабилась, может, они посчитали, что общественный институт в Одессе, вот этот, который, скажем так, не контролирует власть, да, что он не готов на такие какие-то глубокие исследования, на такие глубокие какие-то вещи, на такие призывы. Расслабились, может быть. Поэтому безусловно. Но при этом, если я не ошибаюсь, сейчас в суде будет рассматриваться два иска против мэрии. Один касается золинга, второй, собственно, по Тёмкинской лестнице. По Тёмкинской лестнице ситуация несколько иная. По Тёмкинской лестнице все эти события мы изложили в своем заявлении про вчиненное криминальное правопорушение, да, и отнесли, как это положено, по закону, отнесли в Управление национальной полиции в Одесской области. На еврейскую? Совершенно верно, да. Отнесли туда это заявление. По закону в течение 24 часов наше заявление. Там достаточно много фактов. То есть это, собственно, не заявление, а целое исследование с многими фактами. Кто проводил исследование? Блогер, группа во главе с блогером Григорием Козьмой. Есть такой блогер у нас, это мой близкий друг, товарищ. Потерили, может быть, какие-то экологи, архитекторы эту комиссию? Там касается, вы понимаете, там касается исключительно нарушений, по процедурных нарушений и таких вот острых вопросов, которые были допущены по процедуре, это расследование касается. То есть вот таких вот вещей. Есть просто еще ряд общественников, с которыми мы тоже общаемся и сотрудничаем, которые задают специалисты в разных, кстати, отраслях. Это и экологи, и инженеры-строители, которые тоже пристально следят, и мы с ними тоже сотрудничаем, безусловно. Да, но с твоей стороны это, я так понимаю, больше юридического характера. Да, в большей степени юридические правовые аспекты. Потому что там, кстати, входят в эти юридические правовые аспекты и Министерство культуры, с которым там тоже есть нарушения, потому что памятник общего национального значения. Мы сейчас этим занимаемся. Что за процессуальные нарушения? Да, в самом деле. Давайте перейдем к конфетике. Есть три статьи, по которым в нашем заявлении мы просим провести расследование. То есть оно уже включено в единый реестр досудебных расследований по решению суда, опять-таки. По решению суда. Наши новостейные корреспонденты освещали эту ситуацию. Да, идет на сегодняшний день расследование. Мы за этим расследованием будем пристально следить. Три пункта давайте. Три пункта, совершенно верно. Значит, первое, это статья 210-я Криминального процессуального кодекса на целевое выкоростание бюджетных коштев. В чем... Давайте будем сразу пояснять. Да, почему не целевое? Смотрите, дело в том, что лестница Потемкинская, она не находится на балансе у города. Понимаете? То есть, а средства, то есть, балансодержатель может тратить государственные средства или в каких-то особых случаях, если есть подтверждающие документы. Я таких случаев не знаю. Она на балансе унистерства. Слушайте, а может быть это и хорошо, если бы губернатор Саакашвили взялся за ее восстановление, то было бы как с муровокзалом. Мы сейчас говорим о букве закона. Погласен. То есть, мы говорим с точки зрения буквы закона. Мы сейчас можем от эмоций... Лестница на балансе области. Вы понимаете, там вопрос... Она с нашей точки зрения вообще висит в воздухе. Там не совсем все понятно. Она является памятником... А что с точки зрения документов? Да, она является памятником архитектуры национального значения. Следовательно, самое последнее, в общем-то... Министерство культуры. Самый последний, как бы, возможный вариант. Мы направили целый ряд запросов. Сейчас ждем на них ответы. В том числе и народных депутатов попросили, которые понимают глобальность этой проблемы, в принципе, вообще для Украины. И, безусловно, получим ответы на некоторые острые вопросы. Я бы не хотел сейчас громко об этом говорить, пока нет официальных каких-то ответов. Я правильно понимаю, вы говорите о том, что город не имел права выделять деньги на реставрацию лестницы? Абсолютно. Совершенно верно. Не имел. Дальше. 298-я статья. Это значение, руйнувание, обо пошкоджение объектов культурной испадщины. Это, безусловно, связано с тем, что... Но по первому пункту можно теперь уже клеить все остальные. То есть, любые работы с лестницей, это будет попадать под второй пункт. Правильно? Нет, тут немножко не так. Вопрос как раз в отношении подрядчика и в том, насколько качественно контролирует власть подрядчика. Понимаете? Потому что мы прекрасно видели, в каком состоянии. Я сам там был неоднократно. И сам видел, что действительно, как бы, в ракушняк... Льется вода. Да, льется вода. Льется вода. У нас был в студии и сказал, что да, это досадная оплошность, но ничего страшного. Ну, вы понимаете, одна досадная оплошность, вторая досадная оплошность. Ну, как может быть досадная оплошность? В конце концов, я не знаю. Я на месте городских... В саду оплошности ведут досадное недоразумение. Я бы на месте, не знаю, властей города, вот я так утрированно говорю, я бы, не знаю, я бы вокруг этого памятника, я бы пригласил специалистов иностранных. Я не знаю, если у нас вот так... Власти города говорят о том, что, собственно, говорит-то о нечем, потому что проблемы нет. Знаете, как в одессе говорят? Говорите вы. А что они должны говорить? Конечно, они будут говорить, что... Комментировать? Они не комментируют те вещи, которые очевидны, которые сняты на пленку, которые, не знаю, там, сфотографированы. Что там комментировать? Если есть вот фотодокументы, там, видеодокументы, там... Я говорил с одним человеком, он говорит, что в Европе подобные, когда производится работа, то весь объект культурного наследия, лестница, ну, практически является объектом культурного наследия, так как является частью ансамбля Николаевского бульвара, нынче Приморского, и первое название у него было Николаевское. То есть подобные культурные наследия, градообразующие и историообразующие, накрываются большими куполами, только потом начинается вскрытие. Абсолютно согласен. В данном случае с вами согласен. Да. То есть то, что происходит, произошло в процессе строительства, это подпадает под 298-ю статью, то, что мы все видели и так далее. Согласен. То есть мы понимаем все, как это должно было бы выглядеть в нормальном обществе. Совершенно верно. И 364-я статья – это заложение Влада об службовом становящем. А здесь персональная статья, насколько я понимаю? Это касается принятия решений. Но я про тебя говорю, это статья персональная. Персональная. Кого вы выделили в этой статье? Есть к кому-то? Нет пока, это расследование. То есть в результате расследования должны возникнуть фигуранты дела. То есть у нас… Ну, а на ваш взгляд, это, к примеру, Андрей Шилюгин, я так понимаю. На наш взгляд, это городской совет и городской голова. Полной составе. Совершенно верно. Ну, ни для кого не секрет, что он карманный. Правда? Мы же сегодня все видим, что он по всем вопросам, которые интересуют… По словам депутатов, это вынесение политики из зала заседаний. Ну, а что касается… Еще раз, я не совсем… Единогласное голосование – это вынесение политики из зала голосования. То есть мы просто слились в едином порыве. В едином порыве сделать хорошо, да? Да. Можно и так это назвать. Но просто то, что хорошо им всем, иногда получается для одесситов не совсем хорошо. А эти люди все-таки представляют громаду. То есть вот я не вижу такого, что все решения городского совета, или хотя бы какая-то их большая часть, была в интересах одесситов. Она опять-таки вносится в интересах определенной группы лиц. Это четко прослеживается, и любой человек, неискушенный в каких-то интригах либо политике, вам это все может разложить. На ваш взгляд, какой перспективы этого расследования, учитывая, что изначально, по вашим словам, мы даже не хотели регистрировать само заявление? Вы знаете, очень сложно сказать. По нашим сведениям, Головин взял, то есть начальник управления полиции, нас полиция в Одесской области, взял это дело на личный контроль. Мы будем пристально за этим следить. Я, честно говоря, сомневаюсь, что будет какое-то прям быстрое расследование, быстрые какие-то мы видим решения. Мы же все с вами понимаем, что как в горизонтале, так и в вертикале, на самом деле власть и структуры все связаны. Поэтому сложно говорить о каком-то быстром расследовании, когда такие тяжеловесы участвуют, отвечать должны нашей одесской политике за содеянное. То есть быстрого результата мы не получим. Вы понимаете, что если нарушения настолько серьезные, то пока будут эти расследования, а собственно лестницы может уже и не быть. Как в той старой притче. Либо осел, либо падишах исчезнут из этого уравнения. Возможно. Я думаю, что, конечно же, они лоск там наведут определенный, поверхностный. Но вопрос в том, что исправить допущенные уже ошибки, я считаю, некоторые невозможно. Слушайте, следи общественников, которые сейчас обращают внимание на эту проблему. Насколько я понимаю, есть юристы, которые помогают грамотно сопровождать документально это расследование общественное. Так это или нет? Да, так. С нами работает несколько юристов, которые помогают. Есть ли в вашем общественном движении, среди ваших друзей или неравнодушных, как вы сказали, сфотюру одесситов, люди, которые имеют архитектурное или историческое образование? Могут ли они предложить альтернативу? Критикуй, но предлагай. Я согласен. Дело в том, что тут предлагать особо нечего. Вещи, которые делаются, надо просто делать в установленном законном порядке, придерживаясь каких-то строительных норм. Если мы сейчас уйдем опять в закон, там, где у вас есть эти люди, то мы, в принципе, можем завязывать и потерять объект. Сейчас нужно срочно предлагать. Как спасать? К тому же мэру протянуть руку и вытащить его из этой ситуации, но не ради него, а ради лестницы. То есть предложить ему вариант. Послушайте, вот так будет правильно. Я думаю, что Суханов, он на самом деле хороший, неплохой специалист в этой отрасли, на самом деле. Может быть, один из лучших водителей, я не знаю. Есть примеры его качественных работ. Вопрос в реализации, понимаете? Вопрос в системной реализации таких вещей. Вопрос в нашей коррупции, вопрос в нашим поверхностному отношению, власти к поверхностному отношению, к таким серьезным вопросам. В этом вопрос, а не в конструктиве. Понимаете? Не в инженерных каких-то вопросах. Я так считаю, что вопрос не к инженерингу и не к самому, а к безалаберности. К этим аркам заваленным мусором, понимаете? К этому снегу в воде. Вот в чем вопрос здесь в основном. Они в отсутствии квалификации, может быть, каких-то там, не знаю, специалистов, которые есть у нас в Одессе, безусловно. То есть люди с квалификацией у нас есть, но достаточно много людей умных, квалифицированных и так далее. Вопрос в том, почему в процессе реализации всплывают вот такие вот вещи, крайне негативные и преступные, я бы сказал. Вот в этом вопрос. Ну, сегодня мы обязательно от вас эти вопросы зададим Владимиру Суханову, который планирует быть у нас в студии. Обязательно все спросим, я надеюсь, услышим честные ответы. Я вам скажу даже больше. Если вы дадите добро, то мы попытаемся связаться с вами по телефону, вы сможете даже ему задать эти вопросы некоторые лично. Пожалуйста, да. Ну, мы вообще с ним знакомы, на самом деле. Все знакомы с господином Сухановым? Да, от Одессы тут все многие знакомы. Я бы хотел еще на таком моменте остановиться. Дело в том, что еще власть виновата. Почему? Потому что она, это как бы, какое-то слово может быть в защиту Суханова, да? Я бы хотел сказать. Вопрос в том, что они начали, начинали работы летом. Вот. Но, опять-таки, общественность взбунтовалась. Там начались нарекания в том, что так не делается. Сезон, значит, туристический и так далее, и так далее. Труханов, пытаясь избежать имиджевых потерь, прекратил тогда ремонт. Я думаю, что... Мне кажется, зря. Возможно. Совершенно верно. Опять же, я очень люблю Стамбул, и там делают тогда, когда это нужно делать. Невзирая на то, что люди заплатили билеты за посещение Шахского дворца. Опять-таки, это пренебрежение какими-то одними, какими-то своими, да, какими-то важными вещами, да, в угоду личных интересов. Понимаете, вот что здесь наблюдают. И, безусловно, тогда работы остановили. И когда работы начались уже, получается, пошел как бы сезон, который не подходит для этого вида работ. То есть, мороз... Было неправильно заморожено, заморожен этот процесс, который сейчас мы обсуждаем. Конечно. Опять-таки, речь идет о том, что виновата, виноват в основном, не подрядчик, а виновата власть. А давайте мы сегодня этот вопрос зададим непосредственно господину Суханову, и, может быть, действительно вас присоединим к нашему разговору. Это будет правильно, потому что мне кажется, что мы сейчас нащупали вот эту проблему. Возможно, об этом и с мэром нужно поговорить, когда он выйдет из отпуска. Михаил, благодарим вас. Михаил Кузакон, общественный активист, был нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.